Итак, друзья, сегодня разбираем простое, но далеко не очевидное понятие – тренд на финансовых рынках. Я напомню вам основной постулат технического анализа. Цены на финансовых рынках, причем на совершенно любых, имеют тенденцию двигаться направленно, то есть по определенной тенденции в определенном тренде. Я думаю, что вы все можете посмотреть на график и сказать, цена растет или цена снижается. Но тем не менее, этой информации нам абсолютно недостаточно для того, чтобы какое-то решение принять. Давайте разбираться, как нам определить тренд, как нам его на графике обозначить для того, чтобы дальше мы с ним могли работать. Тренд – это серия последовательных максимумов и минимумов. Согласно теории технического анализа, мы можем выделить три основных типа тренда. Это растущий тренд, нисходящий тренд и боковой тренд, по-другому он еще иногда называется флэт. Давайте разбираться, как мы такие тренды можем построить и что они будут для нас означать. Итак, начнем с восходящего тренда, он же бычий, потому что быки на финансовых рынках – это игроки, которые, согласно легенде, на своих рогах поднимают цену наверх и заставляют ее расти. Итак, что нам нужно для того, чтобы утверждать, что у нас на графике есть восходящий тренд? Для этого нам нужно иметь четыре точки – два последовательно растущих минимума и два последовательно растущих максимума. Посмотрите, вот здесь вот у нас на графике нарисовался первый локальный минимум, затем цена немного отросла, нарисовала локальный максимум, затем скорректировалась вниз, нарисовала второй локальный минимум, пошла наверх и нарисовала второй локальный максимум. Наличие вот этих четырех точек нужно нам для того, чтобы утверждать, что у нас на рынке есть устойчивый восходящий тренд. Далее мы с вами можем наши два растущих минимума соединить одной линией. Вот это у нас трендовая линия поддержки. Так как у нас этот график уже отработался, то есть мы находимся пока уже не в этой точке, а уже у нас цена дальше развивалась, мы можем проследить, как дальше вела себя цена, продлить вот эту линию и увидеть, что цена у нас еще несколько раз, вот здесь немножечко отрастала, снова опустилась на трендовую линию, подросла, снова опустилась на трендовую линию и затем уже ушла ниже. Вот здесь вот уже в принципе мы можем считать, что вот этот восходящий тренд у нас закончился, началась какая-то новая веха развития графика. Эта трендовая линия поддержки это самая важная линия, которая нам нужна для того, чтобы утверждать о наличии тренда и его анализировать. До тех пор, пока цена находится выше этой линии, мы говорим о том, что у нас есть восходящий тренд. Кроме того, мы можем также и наши две точки максимумов также соединить линии. Посмотрите, вот мы рисуем здесь также линию и можем ее достроить, достроить дальше. Ну вот примерно вот так оно будет выглядеть. Это трендовая линия сопротивления. И мы также видим, что цена обращает внимание на этот уровень. То есть когда мы доходим до нашей линии сопротивления, мы от нее также отталкиваемся. В ситуации, когда трендовая линия поддержки и трендовая линия сопротивления у нас параллельны, мы можем говорить о том, что мы построили так называемый трендовый канал и цена торгуется в канале. Пару слов еще о том, какими признаками должен обладать тренд, пожалуй, самый главный из них – тренд должен быть плавным. То есть если у нас с вами есть какой-то резкий рывок, например, наверх, но нет вот этих необходимых нам четырех последовательных точек, когда цена росла, потом откорректировалась, росла, потом откорректировалась, мы не можем говорить о том, что это реальный устойчивый тренд. Это может быть какой-то быстрый растущий импульс, но для того, чтобы рынок анализировать, нам нужно работать именно с трендом. Это вот то, что хотела бы я вам рассказать про восходящий тренд. С нисходящим, в принципе, все очень похоже, но давайте рассмотрим, например, вот на этом примере. У нас есть первый максимум, затем цена снижается, у нас есть первый минимум, затем цена немножечко подкорректировалась наверх, нарисовала второй снижающийся уже теперь максимум и затем нарисовала второй снижающийся минимум. Мы можем соединить эти точки трендовой линии вот таким образом и получить у нас, соответственно, линию сопротивления. Вот эти точки мы можем соединить и получить линию поддержки. Другое дело, что затем у нас ситуация на графике развивалась, она развивалась несколько более стремительно, чем можно было бы предположить. Поэтому, когда мы с вами уже вот отслеживали бы развитие вот этого тренда, мы бы трендовую линию немножечко перестроили и это нормально, потому что любые наши рисунки на графике должны постоянно меняться, постоянно корректироваться под меняющуюся рыночную ситуацию. Поэтому здесь я бы уже нарисовала вот такую трендовую линию, соответственно, вот эта точка, вот эта точка и вот эта точка. Она очень хорошо ложится. И, соответственно, до тех пор, пока у нас рынок не поднялся выше вот этой линии, то есть пока мы не пришли вот в эту точку, мы могли говорить о том, что у нас есть нисходящий тренд. Когда мы поднялись выше трендовой линии сопротивления, у нас тренд сломался. И, соответственно, линию поддержки здесь также можно было бы подровнять. Немножечко вот, мне кажется, что вот таким образом она выглядела бы более, более натурально. Да, вот как-то так это выглядит. Это нисходящий тренд. И третий вариант тренда на финансовых рынках – это боковой тренд или флет. На примере пары доллар-рубль 2017-2018 год, посмотрите, у нас вот здесь вот не было какого-то ярко выраженного направленного движения. Мы торговались в боковом диапазоне. Вот это и называется у нас боковой тренд. У него у нас есть также линия поддержки. Мы соединяем наши минимумы вот таким образом. Мы видим, что по крайней мере два раза мы от этой линии отталкивались. И здесь у нас также есть линия сопротивления. Можно было бы построить ее, соединив вот эти вот два максимума. Но мне, честно говоря, больше нравится сделать линии параллельными просто для наглядности. Вот примерно вот так вот это будет у нас выглядеть. Вот это у нас боковой тренд, который в настоящий момент рынком, мы видим, пробивается. Когда вот сейчас многие аналитики говорят о том, что доллар-рубль может развернуться наверх, они как раз апеллируют к тому, что мы пробиваем вот эту нашу трендовую линию, поднялись выше максимума, который на протяжении вот уже фактически нескольких лет рынком не был перебит. Ведь сейчас мы пытаемся закрепиться выше этого уровня и выйти из долгосрочного бокового тренда. Итак, отлично. Как определить тренд на графике, мы с вами разобрались. Теперь давайте думать, что же с ним делать с этой информацией. Мы с вами помним, что задача любого инвестора на финансовом рынке – купить как можно дешевле и продать как можно дороже. У нас с вами у любого тренда есть три условные фазы. Фаза, когда тренд у нас только зарождается, как правило, она обозначена неким довольно сильным импульсом. И вот этот импульс нам с вами нужно уметь поймать для того, чтобы войти в рынок по выгодной цене. Затем тренд у нас начинает формироваться. И вот как раз у нас на графике рисуются вот эти вот серии последовательно растущих или последовательно снижающихся, соответственно, максимумов и минимумов. Мы их соединяем все теми же самыми линиями, о которых мы говорили. Это у нас вот та самая основная фаза тренда. Но тренд-то не может длиться бесконечно, и в какой-то момент он завершается. И вот здесь наша с вами задача попытаться распознать и получить вот эти вот нужные сигналы завершения умирания тренда. Нам с вами нужно вскочить в тренд в самом его зарождении и выскочить из него на его финальной точке. И вот именно для этого, друзья, по сути дела, это самый главный вопрос технического анализа, как распознать начало и конец тренда, нам и нужны разнообразные инструменты технического анализа. Это те самые японские свечи, графические модели, индикаторы разнообразные, которые мы с вами будем дальше в наших видео обсуждать. Ну, а если цена у нас торгуется в тренде, вот уже здесь и сейчас, то я напомню вам еще одну классическую биржевую мудрость. Trend is your friend, то есть тренд – друг трейдера. Если вы видите на рынке тренд, он четкий, он понятный, и если вы пока еще не чувствуете в себе достаточно опыта и достаточно дерзости, то я все-таки вам рекомендую торговать именно по тренду. То есть, например, если у нас тренд растущий, то мы покупаем актив, когда он снижается, и, соответственно, продаем его, когда он доходит до верхней границы нашего трендового канала, нашего трендового диапазона. Если же вы торгуете на понижении, работаете в нисходящем тренде, то мы, соответственно, входим в рынок на более высоких уровнях и выходим на более низких уровнях. Не работайте против тренда, потому как для этого нужно знать большое количество хитрости, иметь развитую интуицию и опыт. И, как правило, работа против тренда без них заканчивается потерей депозита. Будьте с этими очень осторожны. Ну вот, друзья, постаралась я до вас донести суть понятия тренда на финансовых рынках. Я надеюсь, что разъяснил я вам некоторое количество вопросов. Если что-то вам еще осталось непонятно, то, пожалуйста, ваши вопросы формулируйте в комментариях под этим видео. Если вам было полезно, ставьте лайк, если вы хотите продолжения. И, конечно, подписывайтесь на канал InvestFuture на YouTube, если вы еще пока не с нами. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить наши следующие видео обзоры. На этом заканчиваем. В следующих роликах поподробнее будем разбирать разнообразные инструменты технического анализа, которые позволяют нам разгадать загадку всемогущего тренда. Продолжение следует...